Здравия вам и роды ваши! С вами я, Слава Люба Ланбович, духовный и телесный целитель, основатель школы исцеления жизни. А вы раздражаетесь часто или не раздражаете вовсе? А думаете, сложно не раздражаться? Конечно, сложно, если вы не готовы посмотреть шире. И вам нужно всего лишь доли секунды для того, чтобы осознать, что вас раздражают, и тогда предпринять одно из трех действий. Отойти, остаться и игнорировать, остаться и изменить положение. Однако в любом из этих действий важно все-таки остаться в нераздраженном состоянии. Согласны? И тогда, что важно всегда? В любом случае, самое главное – это ваше осознание. Осознание того, что вы делаете то, что решаете сами. Что вы только вы пишете книгу своей жизни. Что вы режиссер всего того, что происходит вокруг вас. Согласны? Нет? Вы продолжаете обвинять окружающий мир в своих проблемах? Ну что ж, тогда мир, как зеркало, будет вам присылать снова и снова материализованные ваши обвинения. Ведь наши мысли структурируют пространство вокруг нас. Поэтому, если вас кто-то раздражает, то это проявление каких-то лично ваших внутренних программ. Если внутри вас этого не будет, то и раздражения не будет. Знаете, как удивительно наблюдать, когда вы попадаете, например, в какой-то закрытый коллектив на определенное время. И наблюдаете, как какой-то человек раздражает всех вокруг. Однако, почему-то именно вас он совсем не раздражает. Хотите так? Тогда нужно работать над собой. Ведь вы, когда осознаете свою силу, свою мудрость, то раздражения нет. Раздражение есть только тогда, когда вам кажется, что вы не можете справиться с чем-то. Понимаете? Раздражение есть только тогда, когда вам кажется, что вы не можете справиться с чем-то. Прочувствуйте это еще раз. Раздражение есть только тогда, когда вам кажется, кажется, что вы не можете справиться с чем-то. И теперь, когда вас кто-то или что-то раздражает, то первое, что вам нужно сделать, это спросить себя. Неужели я считаю, что я не могу справиться с этой ситуацией? Или почему меня это раздражает? Далее вопрос вашего энергопотенциала. Вопрос мощности вашей силы. Чем выше ваш потенциал силы, тем меньше ситуации людей, которые могут вас задеть. Что нужно делать, чтобы увеличить свою силу? Во-первых, нужно убирать из своей жизни то, что забирает вашу силу, ничего вам не дает. Это значит позакрывать дыры, через которые убегают ваши силы. Нужно убрать те отношения, которые воруют ваше время и энергии. Нужно убрать те дела, которые воруют ваше время и энергии. И наоборот, обратить внимание на эти отношения и дела, которые вас наполняют радостью, счастьем, удовольствием. Вот прямо сейчас вспомните человека, ну или двух-трех, с которыми вам очень приятно общаться, которые вас радуют. И как давно вы с ними общались. Почему это не делать чаще? Почему это не сделать прямо сегодня? А теперь подумайте о тех делах, которые вы откладываете, хотя они вам приятны и радостны. Ну, хватит откладывать свою радость. Это во-первых. А во-вторых, нужно осознанно делать те вещи, процедуры, практики, которые полезны, то есть восстанавливаются, наполняют энергией. Ваше тело, душу, разум. Начиная от банального высыпаться и нормально кушать. Да-да. Ведь если вы этого не делаете, то попросту себя не любите. Вы себя любите? Пора уже любить себя и проявлять эту любовь. Сейчас, в этот непростой период, когда нас пугают снова и снова всякими вирусами, пневмониями, вместо того, чтобы помочь усилить иммунную систему и все тело, я решил просто дарить свою систему здоровья и долголетия. И делаю это уже несколько месяцев. И те, кто хочет самостоятельно управлять своим телом, своим здоровьем, кто не хочет быть членом церкви таблеток и скальпеля, кто хочет природными методами, используя естественные механизмы нашего тела, каждый день получать доступ к моей системе здоровья и долголетия. И простыми действиями, шаг за шагом, внедряют это в свою жизнь. Думаете, что сложно? Отнюдь. Это простые действия. Думаете, это нужно время? Наоборот. Это освобождает и экономит ваше время, внимание и силы. Освобождает вашу жизнь для приятных дел. Так что для тела берите мою систему здоровья и долголетия и поднимайте себя на новый уровень. Ну и, конечно, нужно делать энергетические упражнения, прокачивая себя и накапливая энергию. Убирать это сложно, абсолютно нет. Это намного проще, чем научиться ходить. А ходить вы уже научились? Ну вот да. Вот и это тоже освоится. Чем больше будете делать энергетических практик, тем больше будете замечать, что вас уже не цепляет, не раздражает то, что еще вчера раздражало. Начните с того, что уже выложено на моем канале. А потом я еще добавлю. Здесь на этом канале много уже изложено. Много практик, медитаций, манкры. А если уже хотите большего, тогда моя книга «Введение в любомудрие. Теория и практика любви» для вас. Переходите по ссылке и знакомьтесь с этой моей книгой. А если с ней уже давно работаете, то пишите мне, и вас ждет продолжение. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. А если что-то не приносит наслаждение, то значит надо узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть наслаждение. Поэтому переходите по ссылке и знакомьтесь с этой моей книгой. Вы найдете там много практик, которые увеличат наслаждение и удовольствие вашей жизни.